Приветствую всех! Вы смотрите канал Апрель. С вами Юлия Кулешова. И в этом выпуске на митинге против передачи Кемпирабада Узбекистану задержана правозащитница Азиза Бдерасулова. Парламент Узбекистана уже все ратифицировал решение за парламентом Кыргызстана. Документы поступили. Свобода слова была, есть и будет в Кыргызстане, говорит пресс-секретарь Садыра Джапарова. Один из копипастеров нового закона о СМИ сравнивает журналистов Кыргызстана с Геббельсом. И считает, что надо защищать население от лжи. Хм, а то затык уже защитили. Кто следующий? Еще одна страшно опасная женщина. Сегодня на митинге в защиту Кемпирабадского водохранилища против его передачи Узбекистану милиционеры задержали правозащитницу Азизу Абдерасулову. Накануне ее уже предупредили, что надо меньше писать в Фейсбуке. Вызвали на беседу в ГУВД Бишкека, выразили обеспокоенность тем, что много пишет, попросили писать меньше, чтобы, цитирую, третьи силы не воспользовались. Но открыто не объяснили, что из информации, опубликованной в Фейсбук, является незаконным и опасным. Спросили, что передать руководству, что мы с вами не нашли общего языка. Я ответила, что по вопросу Кемпирабад у меня есть свое мнение. Так и передай своему руководству. Я делала все судебные процессы, которые политических узников. Я делала посты. Я по сегодняшний день делаю посты, которые они пишут из СИЗО. Они письма, их не письма объявляют. Я критикую отношения сегодняшней судебной власти. Я критикую сегодняшний правовой подход. По тем задержанным около 300 человек. А на основании чего вас сюда привели? Какое-то дело или что? Мне кажется, они сами у меня спрашивают, почему меня привезли, что они от меня хотят. Просто, я же говорила, вчера еще сигнал был. Сегодня они, в любом случае, я даже стояла бы, если там 100 метров подачи, они все равно меня задержали. А чтобы было доходчивее, правозащитница опубликовала еще несколько постов, в которых еще раз подчеркнула свою позицию по Кемпирабаду. И вышла сегодня на митинг на площадь. Там митингующих уже ждали милиционеры и автозаки, потому что выражать свою позицию под окнами тех, кто может услышать, запрещено решением Первомайского суда. Митинговать можно в сквере Горького. И вот непонятно, зачем убирали забор вокруг Дюгор-Кукинеша, если, по сути, забор остался. Кемпирабад! Берегей! Кемпирабад! Берегей! Кемпирабад! Берегей! Мы требуем, конечно же, если они намерены большинством голосов отдать Кемпирабадское водохранилище, то мы требуем у них сдать мандат, потому что это единственный путь, не отдать и сохранить за Кыргызстаном водохранилище Кемпирабад. Уже в конце этой недели Джигур-Кукинеш может ратифицировать, то есть утвердить, одобрить проект соглашения о границе между Узбекистаном и нашей стороной. Кабинет министра внес соответствующие бумаги. А парламент Узбекистана еще вчера ратифицировал два соглашения. Совместное управление Кемпирабадским водохранилищем, его в Узбекистане называют андижанским, и делимитация и демаркация границ между нашими странами. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что достигнута окончательная договоренность по 35 участкам, всего 302 километров границы, которые ранее не были согласованы. Переговоры велись более пяти лет и подошли к концу. Во времена СССР, когда было построено андижанское водохранилище, Узбекистан обязался построить канал протяженностью более 200 километров от левого берега. Но он не был построен. Из-за этого кыргызская страна не освоила более 8 тысяч гектар земли в Бургандинском массиве. В целях компенсации этих земель предлагается передать Кыргызстану 12 709 гектаров пастбищных угодий с участка Говасой в Папском и Чустском районах на Манганской области, которые ранее были спорными. Также, по словам Арипово, с территории Кыргызстана Узбекистану передается еще 19 гектаров земли для обслуживания водохранилища и палатины. Но кыргызстанцам разрешено использовать водохранилище для некоторых целей, сказал Арипов. Ортутокольское водохранилище остается за нами, но полностью используется для нужд Узбекистана. Поэтому предлагается выделить Кыргызстану в качестве компенсации 477 гектаров земли на Манганской области. Также Узбекистан уступит Кыргызстану гору Унгар-Тоо, но получит к ней доступ. Из-за того, что дорога с их стороны, мы предложили компромиссный вариант по совместному использованию горы. Мы создаем возможность для выделения местности, но они должны создать условия, чтобы мы могли подняться и спуститься с горы. Стоит ли ждать, что и задержанных активистов и оппозиционных политиков, задержанных по делу Кемпирабада, теперь отпустят? Еще думаю, чем запомнится в истории Кыргызстана Экидосы? Тем, что решили вопрос границы, скажут одни. Тем, что отдали Кемпирабад, скажут другие. Тем, что усилилось давление на СМИ, на свободу слова, став беспрецедентным, скажут одни. Это просто ответственность, скажут другие. Так, сегодня прошел круглый стол, на котором обсуждали новый закон о СМИ, предложенный администрации президента, подчистую списанный с российских аналогичных законов. Ничего такого считает администрация президента. Нас обвиняют в том, что вот на 80-90, на 100% мы якобы там переписали и так далее. Уважаемые журналисты, уважаемые юристы, вы должны понимать, что мы вышли из советской системы права. В настоящее время вот эти вот модели законной СНГ, что мы, они направлены на унификацию. Государственная дума при, значит, правительстве Российской Федерации и так далее. И мы должны четко знать, что там, со средствами, да, действительно, вот, значит, с точки зрения уровня развития, значит, юридической науки и так далее, мы, значит, отстаем. Свобода слова – это наше достояние независимости. Государство, со своей стороны, продолжит прилагать усилия над поддержанием здорового уровня свободы слова в стране. Желаем или нет, но у нас в стране свободы слова занимает огромное место. Начиная с интернет-сайтов и заканчивая телевидением, на 90% дается негатив, к сожалению. Но уверен, наряду с негативом должен быть и позитив. Бывают моменты, когда необходимо что-то скрыть, а что-то наоборот открыть. Я надеюсь, молодежь когда-нибудь смотрели фильмы, может быть, про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую войну, и знает, кто такой Йозеф Геббельс. Это гитлеровский министр пропаганды, известный в истории человечества, классик пропаганда, творческое наследие которого востребовано и по сей день. Вот основные принципы геббельсовской пропаганды. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум. Помимо белой, праздливой информации, необходимо использовать серую, то есть полуправду, и черную, откровенную ложь. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете его повторять, то люди в итоге в нее поверят. Четвертый принцип. Ложь, которую повторяют тысячу раз, становится правдой. Пятый принцип этой пропаганды, которыми руководствуется осознанно, а может и неосознанно, не знаю. Чем чудовищная ложь, тем охотнее в нее верят. Нормально так сравнил журналистов с Геббельсом, одним из подвижников Гитлера. Журналисты пишут ложь? Ну, если так, то почему новый закон о СМИ направлен против свободных медиа и почти никак не касается государственной машины пропаганды? Проблема не в журналисте, а в том, кто воспринимает информацию. Баткенской области выделили 3 миллиарда сомов – позитив, а выделили из-за разрухи – негатив. Проблема в том, кто читает. Необходимо бороться за открытое гражданское общество. Вместо этого сажают гражданина за открытое мнение. Те, кто говорят об осторожности от ложной информации, сидит Мурат Вукушев, Дайр Орунбеков. Дайр хорошо знает – остановите этих ботов, закройте фабрику, которую спонсируете, вместо этого откройте фабрику для шития школьной одежды. Я напоминаю, Мурат Мурза знает – с 1995 года одно и то же говорит, со времен Нокаева то же самое говорит. Ранее юристы правозащитной клиники «Аделет», института медиаполиси и других правозащитных организаций раскритиковали проект закона о СМИ, предложенный в администрации президента. Сказали, что он сильно усложнит работу журналистов, усложнит проведение расследований, сделав их почти невозможными. Зато облегчит властям возможность закрывать СМИ по малейшему поводу, а то и без повода. Несмотря на всю критику, сегодняшний круглый стол, посвященный свободе слова, имел позитивный аспект. Мы услышали главных идеологов администрации президента Кыргызстана, поняли, что они значительно отстали от современности, попытались донести им свои опасения и угрозы, с которыми сталкиваются СМИ. Положительный итог – в рабочую группу по разработке закона о СМИ включат 21 представителя из медиасообщества, а закон направят в Венецианскую комиссию. Таким образом, можно констатировать – диалог начался. Ну, не знаю, я не так оптимистично настроена. Считаю, что если кто-то, обладающий всеми полномочиями, возжелал чего-то, то так оно и будет. Хоть задиалогизируйся. Надо ли оставить саму попытку диалога? Нет. Всегда есть смысл пытаться быть услышанным, пытаться повлиять на обсуждение, чтобы хотя бы перед самим собой не было стыдно. Так вот я думаю. Генассамблея ООН Генассамблея ООН одобрила резолюцию о возмещении ущерба Украине, сообщила пресс-служба организации. Согласно документу, Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права и возместить ущерб, который нанесла Украине. Резолюцию поддержали 94 страны. Против проголосовали 14 среди 73 стран, воздержавшихся от голосования – Кыргызстан, Казахстан, Армения, Узбекистан и Таджикистан. А Путин подписал закон, согласно которому в российской армии могут служить лица без гражданства и иностранцы. Надо ли напоминать, что по законодательству нашей страны воевать на территории чужой страны нельзя? Это уголовно наказуемо. Нарушителям закона грозит до 10 лет лишения свободы. Чтобы совсем грустно не было, немного позитива. В Бишкеке со следующей недели начнут курсировать два школьных автобуса. В рамках пилотного проекта планируется охватить 5-6 школ. Тариф на стадии обсуждения со школами. Если все пойдет хорошо, то школьных автобусов станет больше, сказали в мэрии. Ну и опять обещают новые автобусы для всех. Теперь до конца этого года 120 новых газомоторных. Ну, посмотрим. Такие вот не новости, а новости читайте в нашем телеграм-канале АпрельТВ, а также в фейсбуке и инстаграме. Всем добра, пока!